В этом месяце вступит в силу новый федеральный закон, который изменит порядок определения платы за холодную, горячую воду и электроэнергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Как это отразится на кармане потребителей, обсудили на брифинге в Минстрой Чувашии. От перемены мест, слагаемых, сумма не меняется. Эта формула и отражает суть принятого закона. Жители многоквартирных домов по-прежнему будут оплачивать столько, сколько потребили. Только начисляться это будет разными способами. Три способа могут реализовать на общем собрании. То есть это исходя из среднемесячного потребления коммунальных ресурсов при содержании общего имущества дома или ежемесячное, то есть из фактического показания. Каждый месяц будут платить одинаковыми долями, сколько показал прибор учета. Если же собственник помещения сегодня не принимает никакого решения, в этом случае управляющий компанию начисляет по тем нормативам, которые у нас приняли в июне. В последнем случае нормативы начисляются по квадратным метрам. Потом они будут скорректированы в меньшую или большую сторону, исходя из показаний коллективного прибора учета. Как отметили участники брифинга, большее волнение у жителей города вызывает повышение тарифов на коммунальные услуги, нежели изменение способов оплаты. Многие жалуются на несправедливость, ведь сумма в платежках напрямую зависит от поставщика тепловой энергии. Если чебоксарцы, которые получают тепловую энергию от коммунальных технологий, тариф называют сегодня 1744,35, то те, кто получают тепловую энергию от единой теплоснабжающей организации Т+, 1470,68. Разница есть, да. В случае принятия органами местного самоуправления одной ЕТО на территории муниципального образования мы будем с вами платить по одному тарифу.